Ночь, проспект Яковлева, город засыпает. Просыпаются дорожники. В работе два километра от перекрестка улицы Гладково до перекрестка девятой пятилетки. Ремонтные работы только в ночное время. Перекрыть трассу днем, значит собрать десятибальные пробки. Съемочная группа республики работала тоже под покровом ночи. Репортаж под грохот техники. 16 самосвалов, два укладчика, катки. Этой ночью здесь пыльно и шумно. Сдача объекта 13 августа. Технология холодный ресайклинг. Снять, отстоять, перемешать, уложить, укатать. На все время. Время в обрез. Едва садится солнце, закипает работа. Горожане как раз ложатся спать. Ну как тут уснешь? Мнение людей мы должны услышать, поэтому подстраиваемся под людей, под автолюбителей, чтобы всем было удобно, чтобы никому не мешать. Поэтому мы выбрали именно работу в ночное время. А не жалуются ли люди, что вы в ночное время работаете? Может кому-то спать мешаете? Вы знаете, люди подходят, интересуются, терпят, с пониманием относятся. Так как дорога нужна всем, хорошая и качественная. Чаш тишины, ночь работы. Одно противоречит другому. Федеральный и местный закон. Выкручивайтесь, вернее, выкатывайтесь как можете в условиях плотной городской застройки и развитой инфраструктуры. Коммуникации под троллейбусные линии, над корректировки в ручном режиме. Утром город вернется в привычный режим. Троллейбусные линии очень низко расположены. Специально бригаду вызвали, аварийную бригаду. Они поднимают на тех участках, которые низко расположены. На переходах. На некоторых КАМАЗах, самосвалах, оборудованы специальные трубы полиэтиленовые, чтобы не замыкали. Разомкнуть к утру, чтобы снова замкнуть. Безопасные и качественные дороги. Проект федеральный. Только здесь, на Яковлево, кроме проезжей части, в порядок приведут 55 тысяч квадратных метров тротуаров. Это 12 футбольных полей. Если брать конкретно эту улицу, здесь была частичная произведена замена бордюров, так как на бордюрном камне были различные разрушения, сколы, различные вертикальные отклонения, что недопустимо ГОСТам все эти замечания. Поэтому бордюрный камень было решено заменить. Здесь также еще есть вторая причина. Ремонт ведется с восстановлением основания. Значит, при холодной регенерации и укладке потом верхнего слоя высота проезжей части приподнимается. И существующий бордюрный камень, который здесь был, его высота просто не будет соответствовать нормативной документации по безопасности дорожного движения. О шуме и грохоте, грязи и пыли можно будет забыть на 5 лет. Гарантийный срок. Подрядчик отвечает за все, что сделал. Говорят, что пятилетка лишь обозначена законом. Вадим Муравьев, Татьяна Трофимова, Юлия Адюкова, Павел Рокизер. Республика.